Ермухамед Ертезбаев Мы встретились с Ермухамедом Кобеденовичем, чтобы обсудить планы развития, программу партии и актуальную международную повестку. Спасибо, спасибо. Ну сегодня Ермухамед Кобеденович у нас обычно, он был в роли политолога, политтехнолога, но сегодня у нас Ермухамед Кобеденович в гостях уже как лидер партии, народной партии Казахстана, крупнейшей политической структуры нашей страны. 10 у вас депутатов есть от вашей партии в парламенте, это серьезная сила. Ну и первый вопрос, как так быстро произошло? Вроде бы мы встречались в середине марта во время послания, еще вы мне ничего не говорили о том, что вы собираетесь стать членом народной партии Казахстана. Ну, Армажан, давай договоримся и с вами, дорогие зрители, что вот сейчас честный, откровенный разговор будет, да, мне уже 65 лет, я свыше 30 лет в политике, и я вот не хочу сейчас идти в таком русле, который дает основания многим, и в социальных сетях, там, комментаторам говорить, что политика это грязное дело. Вот как на духу отвечу. Алькейна Хуанерова, бывшего руководителя народной партии Казахстана, ну, я знаю, еще будучи министром культуры и информации, если ты помнишь, Армажан, он тогда московский комсомолец в Казахстане возглавлял, вот, и с того времени я его достаточно хорошо знаю, но так получилось, когда в 12-м году он стал депутатом Мажлиса, и народная партия, коммунистическая народная партия Казахстана. Пока еще было, да. Я фактически уехал, я же был 7 лет на дипломатической работе, а за это время народная партия, она уже в трех избирательных компаниях побывала, то есть уже набила руку. Кстати, в 16-м году было 7 депутатов, а в прошлом году на выборах 10 стал, то есть на 30% повысилось, то есть доверие к этой партии растет. Я, если когда что-нибудь говорю, вот, допустим, там, я говорил то-то, да, это легко проверить, это можно загуглить, зайти. Я, когда возвратился в сентябре 19-го года в нескольких интервью, когда мне спрашивали, не хотите ли вы какую-то свою партию создать, я открыто говорил, хочу реанимировать социалистическую партию Казахстана, которой я руководил в 90-е годы, почти 10 лет. И с этой точки зрения, вот, когда 11 марта стал круглый стол, мы в очередной раз с Экойном Конноровым встретились на круглом столе, ну, я тогда подверг критике все политические партии. Почему? Потому что после январских событий все ждут общество, ждут таких смелых, решительных действий. И я подверг критике, и в тот день, в общем-то, Афейн Ураточин мне сказал, Ереке, ну, пора уже, может, вступите в нашу партию. Дал мне программу «Устав», и вот я корю себя очень сильно, да, я когда начал читать, и первый абзац программы партии, социализм — это главная цель вообще Народной партии Казахстана. Я вообще всегда был социалистом, социал-демократом по убеждениям. Тысячи у меня есть публикаций, это я вот категорически отметаю такие вещи, переобулся на ходу, у меня, я еще раз говорю, тысячи и тысячи публикаций за 30 лет, и от своей идеологической и политической позиции я никогда не отказывался. То есть вы всегда были на платформе социализма стояли? Всегда это ваша основная платформа? Не того советско-коммунистического социализма, а западноевропейского социализма, скандинавского социализма, французского социализма, английского социализма. Помнишь, Армажан, мы же в одной из передач говорили о том, что английский социализм 60-х годов — это тот социализм, который Маргарет Эйч разрушила, когда налоги доходили до 96% на всех богатых людей. То есть там не было чудовищного... Не выгодно было быть богатым. Ну да, конечно, это одна из причин, что Англия отстала, а Германия... Поэтому экономическое развитие замедлилось. Здесь нужен баланс очень четкий, но сама идея социализма, нового социализма, она очень сильна, она востребована в мире. Вообще мир стоит накануне всемирной социалистической революции, не в плане погромов, а в плане... Вы прямо как Ленин, как Троцкий за мир в мире. Я сейчас хочу сказать, в плане создания новой социально-экономической модели, вот новой, да, которая удовлетворит 90% населения. Но когда вот нынешнюю модель государственно-олигархического капитализма, ее же не принимают и отрицают. И в Казахстане, и в России, на всем постсоветском пространстве. Это стало одной из причин, Армажан, январских событий у нас в стране. Конечно, большой разрыв между богатым и бедным, это главная причина. Сдается мне, что вот причин военного вторжения России в Украину было много. Путин, президент Российской Федерации, обозначил идеологически и программно, почему, да, спецоперацию он проводит. Но одна из причин, это тот же самый государственный олигархический капитализм, который хочет сохранить все свои капиталы, свою власть и так далее. Игорь Михайлович, давайте вот все-таки, вы же сами обозначили, давайте честный разговор, давайте я вам общую, да, водную дали, мы давайте вот по-честному, да. Сложные вопросы, наверное, будут для вас все-таки. Технически как это произошло, что вы вот так вот быстро приняли решение? Создается впечатление, что с вами договорились, вас приглашали, скорее всего, в высокие кабинеты, и была какая-то работа. Так, не так? Значит, врать не буду, я 30 лет на государственной службе, президента Тукаева я знаю с 94-го года, 28 лет, с государственным секретарем Ерланом Карином, ну мы свыше 20 лет в очень приятельских отношениях. Разумеется, я их поставил в известность, что есть такое предложение. Кстати, я когда Айкена Кунырова спрашивал, почему, он говорит, сейчас вот полностью он хочет сосредоточиться на парламентской фракции, парламентская фракция, народная партия сейчас готовит мощную конституционную поправку на следующей неделе, когда, она же в июне будет приниматься изменение конституции. Изменить ту статью конституции, помнишь, мы говорили о ней в одной из передач, земля, ее недра и богатство принадлежат народу Казахстана, не государству, а народу. Это инициатива народной партии Казахстана, и мы ее будем добиваться. Это очень важный момент, который в корне меняет все и вся. Сейчас я вот не знаю, на каком этапе, до сих пор не могу докопаться, как и когда и кто это был инициатором, изменили, что земля, ее недра и богатство принадлежат государству. Государство, как говорил Людовик XIV, это я, во всяком случае, не только в Казахстане, еще раз подчеркиваю, на всем постсоветском пространстве, к сожалению, произошло, когда государство так или иначе, правящая элита, приватизировало, понимаешь? Поэтому, чисто технически, поступило предложение. Конечно, я поставил их в известность, там особых возражений не было. Были возражения по кадрам, потому что я, естественно, привел людей, допустим, того же Рахимова Шакпаева, а он известный, либеральный экономист. Были вопросы, как либеральный экономист, социализм и так далее. Я сказал, давайте так, если вы мне доверяете, если нет особых возражений, я открыто сейчас говорю, почему? Потому что есть понятие, дорогие телезрители, системная оппозиция и несистемная оппозиция. Несистемная это те, которые просто выступают оголтело против власти, отрицают все и вся, призывают крайне радикальным мерам. А Народная партия, она системная оппозиция, она часть власти, она представлена в парламенте, она сотрудничает с властью, да. Депутатские запросы, которые я изучил от Народной партии, там Ирина Смирнова, другие депутаты, очень мощные. Я на своем YouTube-канале отдельно сделаю передачу и ознакомлю. Ознакомлю с депутатскими запросами, там действительно интересы народа, общество очень хорошо защищается во всех сферах деятельности, да. А что касается, еще раз подчеркиваю, председательства моего, да, конечно, оно было не... Я просто поставил в известность. Я поставил в известность. Дальше Акин Кунеров, он очень авторитетный в партии. Съезд приехали, он обратился. Конечно, была проведена определенная работа. До съезда я встретился со всеми областными организациями. Без ложной скромности я тебе скажу, почему такое решение было принято, и Кунеров, и Актив, и они говорят, нам нужен человек сейчас. Все же понимают, что внеочередные выборы будут парламентские. Ну, просто непонятно, когда, но они будут. Им нужен был человек, известный, без ложной скромности, обладающий определенным авторитетом, уважением. Ты знаешь, меня что вдохновило? Наша последняя передача, 26 февраля, мы с тобой сделали более месяца назад. Я, кстати, буду с цитатой, еще будет с этой передачей. Смотри, там очень большое число было просмотров, да. Очень много критики в мой адрес и ругательств. Я это все понимаю, потому что я 30 лет на зарбаевской команде был. Но меня вдохновило, что очень много есть поддержки. Понимаешь, в чем дело? И с этой точки зрения я вижу, что, во-первых, у Народной партии без меня есть своя социально-политическая база. Но я туда пришел просто усилить масштабное представительство Народной партии в Маслехатах, в городских районах, в Мажлисе, в Сенате. Вот такая моя задача. Вот еще вопрос, продолжение темы, да, как бы тоже жесткий вопрос. Вы говорите, что вы встречались со всеми областными комитетами, в обкомы выезжали, смотрели, да? У вас, наверное, старая же, да, наверное, трактовка, как еще по советским временам, в обком. Вот. Вы буквально совсем недавно критиковали партию и по программе, и вот даже логотипы критиковали, вот этот кулак, он, вы сказали, что за дела это там из позапрошлого века символика переходит, нужно менять. И вот вы сейчас пришли, вы будете менять вообще, ребрендинг тоже будете делать партии, менять людей. Армажан, ну я же не знал, что я стану председателем партии. Ты знаешь, на самом деле, я тебе так скажу, когда я увидел вблизи этот ребрендинг, белый фон и красный, значит, Hall of the Parties, вот эти три сжатых кулака, да, я знаю, что вот этот тренд, он появился после ноябрьской революции в Германии, который символизировал, помнишь, родфронт, единство. Вот сейчас, как никогда, нужно единство людей наемного труда, и мне очень хочется, чтобы вот шахтеры Караганды, металлурги там Жасказгана, да, люди наемного труда, учителя, врачи реально имели своих представителей в Мажлисе. И с этой точки зрения инициатива президента Токаева, переход на мажоритарную пропорциональную систему, когда 30% будет избираться, а это будет гигантский округа, где-то 400-500 тысяч, один депутат от этого округа. Это большой, да. Конечно, мы будем готовить депутатов от Народной партии обязательно, и у нас будет самая сильная, мощная программа в этом плане. Я даже, ты знаешь, мне с одной стороны сейчас не хочется выдавать партийных секретов. Я смотрю, вы вдохновлены, тем более, что теорию-то вы научного коммунизма очень хорошо знаете, я надеюсь, вы сможете написать нормальную программу. Теория нормальная, буквально, чтобы было понятно всем. Многие думают, что социализм, как нас учили, это первая фаза, а коммунизм... А коммунизм в последующий. Ну, это цель, да. Ничего подобного. Социализм и коммунизм, это абсолютно разные формации, это давно в социалистическом интернационале доказано. Я не хочу сейчас теорию ударяться, хотелось бы на текущие важные вопросы ответить. Хорошо. Вопрос такой, конечно, теперь про электорат. Вы сейчас сказали, что Рахим Ашакбаев заходит в партию, значит, это будет более цифровая партия, действительно. А к молодежи у вас какое отношение? Вы уверены, что идеи социализма привлекут широкие слои? Сегодня Казахстан — это молодая страна. У нас, мы же делали программу недавно, говорили, 62-65% — это молодежь, которые вообще не понимают. Они не жили в Советском Союзе, не понимают, что такое социализм. Вы уверены, что у вас найдется широкая поддержка? Ты сейчас себе противоречишь. Какая ударная сила была в январских событиях? Молодежь, которая не принимает этот государственный олигархический капитализм. Если с молодежью активно работать, объяснить им, что такое новый социализм, в основе которого будет... А что такое новый социализм? Новый социализм — это реально социально ориентированная рыночная экономика, в котором командные высоты экономики должно контролировать все-таки государство. Но не то государство, которое отторжение вызывает, а государство народное. Кстати, в программе четко написано — народная экономика. Народный капитализм. Вот эту идею мы будем капитально раскручивать, когда все граждане Казахстана будут акционерами. Акционерами крупнейших промышленных предприятий. Сейчас группа очень сильных экономистов под руководством того же Шапаева, которого мы упомянули. Мы много сейчас людей привлекаем. Мы хотим концептуально, содержательно новую модель предложить. Вот мы хотим вот такую, понимаешь, модель экономики. Почему мы делаем сейчас поправку в Конституцию? То, что Всевышний Аллах дал, все недра, земля богатства, это ясно. Они по определению должны принадлежать народу, обществу, стране в целом. А что касается частного бизнеса, сфера обслуживания, малый и средний бизнес, многочисленные сферы жизнедеятельности, конечно, они останутся. Они останутся, понимаешь? Это вне всякого сомнения. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к советским временам, это глупость в высшей степени. Но наша задача, мы открыто говорим, что после январских событий, чего ждет нас народ? Безусловно, национализация крупнейших гигантов индустрии, которые попали в руки узкого круга людей, клана прежнего, семьи первого президента и так далее. Понимаешь, в чем дело? Поэтому в этом плане это настолько назрело, но это не вопрос одного дня. Обрати внимание, два месяца уже прошло, когда глава государства дал жесткое задание правительству изучить, вернуть 146 миллиардов долларов, незаконно вывезенных за границу, пока никаких предложений нет. Вот нет, реально. А общество ждет. Общество не просто ждет, оно начнет еще более активно требовать. И сейчас на будущих выборах победит та партия, которая не просто будет аккумулировать и декларировать эти вещи, которая в парламенте, вот слава Аллаху, что у народной партии есть 10 депутатов, которые будут ставить эти вопросы. А мы будем широко оповещать об этом. То есть вы уже сейчас можете, по сути, делать эти вопросы? Мы сейчас будем это делать, и я тебе скажу, Арман, меня вот многие упрекают, что в отличие, допустим, от Булата, от Билова, допустим, Санжара Бокая, или там Жабулата Мамая, или Альтаева, который свою партию никак не может зарегистрировать, я пошел по легкому пути. Вот не отрицаю, действительно, так оно и есть. Вот представь себе, мне в 65 лет надо было сейчас мотаться по всему Казахстану, найти там 20 тысяч для регистрации. А, сейчас... Сейчас 5 тысяч уже, да. Слушай, помнишь, мы говорили в последней передаче, я не вижу никакой разницы. 50 тысяч или 5 тысяч. 5 тысяч, поверь, 5 тысяч гораздо легче. Гораздо легче, тем не менее, это надо по-прежнему представительство, надо найти средства для этого и так далее. То есть, это очень муторная, тяжелая работа. Я вот открыто говорю, да, мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, это здорово, партия уже готова. Форма и содержание, надо ее сейчас новым содержанием наполнить. Мне сотни людей позвонили уже, людей очень активных, которые в среднем бизнесе работают, из различных сфер жизнедеятельности казахстанского общества, они готовы поддержать партию. Меня это очень радует, и мы сейчас будем каждый день и ночь наработать. Про деньги партии мы чуть попозже поговорим, у меня отдельный блок вопросов, конечно, есть. Вот вы еще, мы чуть-чуть вернемся к молодежи. Вы говорите, что молодежь основной был массой, которые выступали на протестах в январе. А как вы собираетесь, что вы хотите для этой молодежи, которая выступала на протестах, что вы хотите им, как вы донесете до них информацию, как вы их будете убеждать в своих целях, как будете их привлекать? По поводу молодежи и молодежной политики мы ближе к выборам, мощную программу представим. Я сейчас не хочу, как говорится, еще раз партийные секреты выдавать полностью, но не забывайте, помимо молодежи у нас есть пенсионеры, на нашем съезде выступал представитель Ассоциации инвалидов Казахстана, это 700 с лишним тысяч инвалидов Казахстана. Единственная партия сейчас, я когда сделаю отдельную передачу на своем YouTube-канале и зачитаю все депутатские запросы, именно народная партия занимается проблемами инвалидов. Есть конфедерация независимых профсоюзов, тоже угольщики, от угольщиков Караганды и Кибастуза, представители на нашем съезде, мы дали ему слово, это 800 с лишним тысяч и так далее. То есть у нас, потом, слушайте, помимо молодежи, не забывайте, есть люди пожилого возраста, люди моего поколения, есть пенсионеры, есть в конце концов русские, украинцы, белорусы, казахстанцы, 130 наций и народностей нашей страны, которые долгое время, на мой взгляд, были не то чтобы вне политики, но они как-то относились к электоральным процессам, а, казахи, это ваше государство, сами решайте свои проблемы. Позиция народной партии, мы обратимся к этой категории людей, вспомнить, что такое интернационализм вообще. Вот мы еще поговорим, да, по Украине, наверное, я тебе скажу, что там великодержавный шовинизм со стороны России, да, и крайне радикальный украинский национализм, это одна из причин, если есть такого столкновения. Мы не допустим этого в Казахстане никогда. И давайте вспомним, что такое интернационализм, и я сейчас, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем представителям многонационального казахстанского народа и говорю, для народной партии все казахстанцы, граждане одной страны, независимо от их этнического происхождения. Вот эту тему мы будем не просто топить, мы ее будем широко вбивать в мозги людей. И когда говоришь об этом, ты видишь всемирную поддержку людей. То есть у нас очень много есть направлений, на самом деле, для народной партии. Видишь, Армажан, я отвечаю на твои вопросы, это жанр интервью, но поскольку я стал представителем народной партии, политическим деятелем. Да, я постоянно буду использовать и обращаться к избирателям и потенциальным членам народной партии. Я горю желанием, знаешь, у меня проснулся такой спортивный азарт, чтобы доказать своим недругам, неприятелям, моим оппонентам, которые меня очень жестко критикуют и правильно в сущности делают. Критика помогает развиваться, да, если она, конечно, не оскорбляет, не унижает достоинства. Да, это вопрос другой, конечно. Кстати, как вы с этим боретесь, когда прямые оскорбления, критика бывает конструктивная, есть оголтелые вообще... Армажан, если я скажу, что я очень люблю критику, кто в это повеет, кто вообще ее любит? Да никто не любит, это всегда неприятно. Но я уже в политике 30 лет, и я понимаю, Арман, ты знаешь, что вызывает самую сильную ненависть, неприятие, отчуждение друг к другу, политика, идеология? Я знаю семьи, где очень напряженные отношения между мужем и женой. Я знаю между членами семьи, которые поделились на тех, кто за Россию, кто за Украину, те, кто за сохранение старой системы, и те, которые говорят, надо все взять и поделить, ну, образно говоря, да, очень сильное расхождение вплоть до ненависти. И когда люди... Я понимаю, когда там оскорбления идут в адрес, слушай, ты президентский соловей, ты уже столько лет, ты надоел, иди, я это все понимаю, абсолютно. Но у меня... Я, кстати, не собираюсь на этом поле работать. Я сейчас не хочу, еще раз говорю, выдавать. Я знаю, где, в каких районах, в каких областях я буду работать. И я вижу минимум 30-35% социально-политическая и электоральная база Народной партии на будущем. Ну вот уже цифры появились. Вы рассчитываете на 30-35% в парламенте? Это минимум, это минимум, на который мы рассчитываем. Это серьезная цифра. Кстати, вопрос в текущий парламент. Партийные списки же вы внутри партии формируете. Есть разговор о том, что вы войдете в парламент тоже? Ну, поскольку я председатель Народной партии, на будущих парламентских выборах я, естественно, должен возглавить этот партийный список. Я так думаю, да? Надеюсь, во всяком случае. И, естественно, стремление быть в парламенте, оно естественно. Ну, извиняюсь за тавтологию. Да, оно логично. А в то же время, почему Айкен Хуанеров предложил мне председательство? Он хочет сейчас максимально, вот до конца года, видимо, парламентские выборы в следующем году будут, да? Да? Он хочет максимально сосредоточиться на работе в парламенте. А моя задача сделать Народную партию широко известной, узнаваемой. И потенциально, значит, вот новых членов партии вовлечь. Ну, если честно, с этой недели про Народную партию снова заговорили. Здесь не стоит признать это. С вашим появлением оживленный интерес снова к Народной партии. До этого интерес был постольку-поскольку. Вот даже вы говорите, что было обращение по инвалидам. Я, честно говоря, даже не слышал об этом, что было такое обращение. Очень сильное было обращение, выступление представителей Ассоциации инвалидов. И вообще у нас есть очень хороший план наладить связи с многочисленными неправительственными организациями, неправительственным сектором. Еще вопрос такой, ну, я уже услышал, что Рахим Ашикбаев заходит. Раз Рахим Ашикбаев заходит, это наверняка молодежь придет. Наверняка будет цифровизация. Не боитесь ли вы, что, ну, там, скажем, прежнее там электоральное ядро, которое было, у партии вас просто не поймет. И какому-то расколу может произвести. Вот старая модель, которая была, все-таки вы четко же понимаете, что у вас в основном было взрослое поколение, молодежи у вас было не так много. А вот я смотрю, раз идет уклон в цифровизацию, то это в основном молодежь. Не боитесь, что будет внутри партии раскол между молодежью? Я коротко отвечу на этот вопрос. Ты очень сильно вот ошибаешься, да, если думаешь, что идея нового социализма молодежь не воспримет. Молодежь хочет работы высокооплачиваемой, желательно, да, крыши над головой, уверенности в завтрашнем дне и, самое главное, справедливости. Справедливости всех. У них еще сильнее вот эта тяга к этому, понимаешь? Поэтому, если мы найдем хорошие лозунги и не просто там сотрясение воздуха, а искренние, честные слова, что мы разработали такую программу, если вы нас поддержите, мы будем ее внедрять, я думаю, будет поддержка молодежи. Но я не строю каких-то наполеоновских планов, я понимаю, есть же другие партии, есть другие партии, которые тоже будут действовать. Тоже будут работать, да? Есть политический плюрализм, есть люди, которые лично меня, допустим, мы уже говорили, не воспринимают, но есть и те, которые поддерживают. И меня это очень вдохновляет, что после 32 лет нахождения на политической арене Казахстана, тем не менее, находятся люди, которые поддерживают твою позицию. Понимаешь, Арманжан, помнишь, мы с тобой говорили, по-моему, это слова Сталина было, который сказал, важно не что ты говоришь, а как ты говоришь. И мне очень нравится, и меня еще раз повторяю, это вдохновляет, что люди поддерживают мою позицию. Во всяком случае, я сейчас говорю честно и искренне. Хорошо. Давайте проговорим теперь про деньги партии. Да, пожалуйста. Наша аудитория очень сильно волнует. Как осуществляется финансирование партии на сегодняшний день? Я понимаю, есть закон о партии, да, есть госбюджет. Мы хотели бы слышать цифры, сколько членов партии, есть ли партийный взнос в эту часть. Смотрите, есть закон государственного финансирования тех партий, которые представлены в парламенте. Я не помню, несколько лет назад это было. Давно? Сразу как только партийные списки были? Не, не давно. Это, по-моему, где-то с 2007 года. Ну, лет 15 уже, это точно. Это уже, по нашим меркам, это давно. Ну, да. Вот, смотрите, те цифры, которые я обладаю, вот ты задал вопрос, я конкретно. 70 миллионов тенге в месяц получает фракция Народной партии Казахстана. Это не означает, что эти деньги 10 депутатов делят между собой. А я уже посчитал. Там 80 или, не знаю, 100, мне надо точно узнать, аппарат Народной партии Казахстана. Дальше, во всех областях областные организации, куда тоже идет финансирование. Тут, конечно, ты заметил, в социальных сетях часто пишут, прекратить финансирование. Аманат партия, Ахжола и Народная партия. Часто, особенно после январских событий. Это закон есть. Здесь два пути. Либо прекратить, действительно. Ну, тогда партия, представленная в парламенте, без труда найдет теневиков, там, я не знаю, бизнес, олигархов. Почему нет теневиков? Которые, значит, охотно возьмут на содержание эту партию, и она будет выполнять их установки. Да, конечно, это деньги налогоплательщиков. Но это же все чисто, это открыто. Счетный комитет перед Новым годом, в декабре, каждый год счетный комитет проверяет, как расходуются средства, куда они пошли. Никаких нарушений в Народной партии Казахстана не было, и это уже не первый раз. Каждый год, я говорю, деятельность, вот как расходуются бюджетные средства, вот, это все проверяется. Еще раз говорю, как по латыни, дура лекс, сед лекс. Суров закон, но закон. Если закон позволяет, почему, значит, мы должны критиковать это и говорить, что это нехорошо и так далее. Есть такой закон финансированный. И, кстати, это международно правовая, на самом деле. Я изучал опыт всех европейских партий, они тоже финансируются из бюджета. Я тоже согласен, лучше партиям быть подальше от олигархов, а быть нормальной политической силой, которая действует в интересах широких масс. Я вам скажу, другие партии, там, Абжол или Аманата, это на порядок выше идет финансирование. Я точно не знаю, но теперь надо вот... Теперь вам надо изучать. А пригласите их и узнаете, сколько они получают. Хорошо, давайте с удовольствием приглашу. И тоже по цифрам, да. Народная партия, вот, на самом деле, меньше всех получает сейчас. Хорошо. Вопрос такой, а сколько членов Народной партии на данный момент? Так, я сейчас скажу. Последние данные были до... В декабре я смотрел отчет, где-то 117 тысяч. 117 тысяч. 117 тысяч. И вот, Арманджан, согласись, это более-менее реальная цифра. Вот, когда говорят, там, в партии Нур-Атан было 850 тысяч. Я в это не верил. Сейчас многие сказали, переобулся на ходу. Посмотрите все мои выступления. Я, будучи человеком во власти, открыто говорил. Ну, зачем мы такими цифрами оперируем? Какие 850 тысяч? О чем речь? Этого быть не может по определению. Я неоднократно говорил о том, что лучше один работающий, чем 10 болтающих, которые так, фигурально. 117 тысяч, это мы насчитали, это вот реальные члены партии, да. И это сила. Ну, на самом деле, сила. Это реальная сила, это много, да. Конечно, мы будем стремиться. К увеличению нам не нужно масштабное увеличение. Вот реально. Вам важно лучше меньше, да лучше, да? Да, это, во-первых. Старые лозунги. Нам нужны на самом деле реальные люди, да, не только из людей наемного труда, из того же бизнеса, которые понимают и далеко видят, какая в конечном итоге появится новая социально-экономическая модель, значит, в Казахстане. Я, кстати, не сомневаюсь, что люди из бизнеса тоже могут войти в вашу партию, потому что многие, даже мои знакомые из бизнеса разделяют идею социализма, ну так, здравого социализма. Арман, я скажу, у нас даже есть кандидатура на премьер-министра. Сейчас я не буду засвечивать эту фамилию. Я его просто давно знаю. Очень сильный, авторитетный, порядочный, и который занимается реальным бизнесом, а не каким-то, не каким-то привилегированным местом в этой системе, ну и так далее. То, что премьера, конечно, если мы говорим про партию, партия, это все равно борьба за власть, и понятно, что любая партия стремится завоевать большее место число в парламент, мандатов в парламенте, и повлиять на формирование правительства. Во всяком случае, это логичное движение. Скажите, а вот 117 тысяч членов партии, а есть ли у вас членские взносы, или как определяется? Вот насчет членских взносов я еще не выяснил, Арман, ну, представь, позавчера было там съезда, и тут же я вылетел на это. Это надо выяснить. Вообще, членские взносы, да, они наверняка есть, и в любой партии. Понимаешь, в чем проблема, Армажан? Вот все партии, помнишь знаменитые слова покойного Черномырдина, который говорил, как не строй партию, получается, КПСС. То есть у нас вот сама процедура съезда, президиум, голосование, членские билеты, это все из советского партийно-политического опыта. И практически все партии именно так строят. Мне хотелось бы в перспективе прийти к нефиксированному членству партии. Вот как в Америке, республиканцы, демократы, у них же нет ни партбилетов, ни взносов, ничего. У них партия, вот начинается избирательная кампания, мощнейший съезд, у них все открыто, делают фонд. У них даже внутри партийная конкуренция есть даже внутри. Да, в этот фонд поступают деньги, они открыто показывают. У республиканцев 350 миллионов долларов, у этих 280, то есть гигантские деньги. Ну, Америка, страна другая. Богатость. Я бы очень хотел, чтобы у нас в конечном итоге, но мы должны стремиться к этому. Вот эту главную идею вхождения в 30-ку развитых стран, по-моему, никто официально от этой доктрины не отказывался. Но если мы идем туда, мы должны стремиться к лучшим образцам. Понимаешь, рано или поздно вот от этого фиксированного членства, от партбилетов и так далее мы отойдем. Самое главное это выборы. Вот на выборах, да, 3 миллиона голосов проголосовало за тебя? Я сейчас по Фрейду выдал свою мечту. Вот эти 3 миллиона есть социалисты-народники, то есть эти люди в данный момент являются членами народной партии. Они дали карт-бланш этой партии. Вот что такое членство партии, понимаешь? А сейчас ты задаешь правильные вопросы, но они все из старого вот этого ушедшего опыта. Но в любом случае 5 тысяч человек зарегистрированы должно быть, это в любом случае, это же факт, это же то, что требует от нас закон. А закон суров, но его нужно исполнять, вы же сами об этом сказали. По поводу партии еще раз хотел спросить. Вы были членом коммунистической партии? Конечно. Я вступил в 1980 году. Вот, кстати, ты хороший вопрос задал, Амажан, смотри, меня у Борейка, ты же знаешь, да, Вадима Борейка? Конечно. Он упрекнул меня, что я был в многочисленных партиях. Вот я сейчас тебе могу доказать. Я был всегда в одной партии. Я вступил в КПСС в 1980 году, в армию вступил. Тогда Назарбаев кем был? Он был секретарем ЦК Компартии Казахстана, которая была составной частью КПСС. На последнем съезде Компартии Казахстана, 6 сентября 1991 года, я из рук Назарбаева принял социалистическую партию. Она переименовалась. И Минюстом было признано правоприемником Компартии Казахстана. Понимаешь, да? И когда в 2007 году, я же министром культуры и информации был, и перед парламентской избирательной кампанией в августе, Назарбаев, помню, Мусин, руководитель администрации, там было 5-6 министров. Я бы, он прям вот лично вручил партбилет Нуратана. И опять Назарбаев был руководителем, понимаешь? И тогда, и сейчас. То есть, я не скрываю, я был человеком партии власти всегда. Вот так получилось, понимаешь? Народная партия, это по существу, это вторая партия в моей жизни. Я же не прошел регистрацию партии Аманат. Мне не понравился ребрендинг. И вообще для меня, дело даже не в том, что Арманжан, что Токаев заявил, что он должен быть вне партии, к концу года он выйдет из партии, она как бы мало имеет перспектив по сравнению с Нуратановской эпохой. Я нашел вот ту свою партию, да, народную, в которой, это единственная партия, в которой открыто написано, социализм это главная цель, понимаешь? И это, конечно, будет новый социализм, который будет отличаться от советско-коммунистического. Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы не просто была программа, чтобы мы в каждом районе, в городе, области нашли самых достойных, авторитетных людей. Вот я сейчас о себе абсолютно не думаю. Я хочу найти таких людей во всем Казахстане, чтобы они были в партийном списке. А в Маслихатах, которые теперь только по одномандатным округам, мы найдем самых уважаемых людей в этом районе, в этом поселке городского типа, внесем их, значит, поддержим их обязательно. Почему? Потому что здесь сразу несколько задач, Арманджан, мы решаем. Одна задача, чтобы партия победила, но есть более глобальная задача, чтобы реально все внешние и потенциальные враги Казахстана знали, в этой стране есть подлинная народовласть, вот эти все депутаты всех уровней власти реально избраны народом. И если пойти с оружием в руках против этой страны, там встретишь сильное сопротивление. Это же одна из причин, чего не учла Россия, проводя спецоперацию в Украине. Почему? Потому что там власть вот вся, как бы ты ни хотел, как бы ты ни относился к Украине, но она реально избрана. Там после 2014 года уже двух президентов избрали. Понимаешь, в чем дело? Да, там есть демократия реальная, там есть народный из Ленина. То есть там реальный политический плюрализм. И я помню еще до вторжения, я разговаривал с моим приятелем из Киева, ну мы с ним в Москве учились вместе. Я говорю, слушай, скажите честно, как вообще реально выглядит жизнь и прочее. И он мне напомнил один старый анекдот. Две собачки спрашивают друг у друга, как живешь? Я говорю, отлично, живу, кормят хорошо, но на коротком поводке. А ты как? Вторая говорит, знаешь, цепь длинная, но лаять можно сколько угодно. Он когда мне рассказал этот анекдот, я смеялся. На самом деле, у меня много очень знакомых в Украине, и теща моя в Николаеве живет. Ты можешь представить, какая там обстановка, мы не можем вывести ее. Бомбят город? Да, там бомбили окраина города. Я должен сказать, что при всем том, при всем негативе, который происходит, вот они не хотят другой жизни, кроме той, которая утвердилась в этой стране. Они хотят жить в своей свободной, независимой стране. Я думаю, по Украине мы еще отдельно поговорим. По Украине мы сейчас поговорим еще. Вот вы еще по политической платформе. Вы уже в начале интервью говорили о том, что национализация, достаточно так жестко звучит фраза, но с другой стороны, действительно, президент говорил, что в течение двух месяцев должны дать ему информацию по поводу возврата денег. Вы какие видите механизмы, вы как можете помочь, ну не знаю, и обществу, и президенту, чтобы действительно осуществлялся возврат этих денег в Казахстан? Армажан, ты забыл, ты же мне задавал этот вопрос по предпоследней передаче. Я могу только повторить, есть три пути. Конфискация, ну это революционный такой коммунистический путь, да? Когда, помнишь, в 17-м году рабочие и крестьяне, они просто забрали, выгнали помещиков-капиталистов или уничтожили в ходе гражданского война, они все национализировали. Это и есть национализация? Нет, ты ошибаешься, это конфискация. Это конфискация? Это называется на языке марксизма экспроприация экспроприатора. То есть без всяких объяснений. Национализация это другой путь, это цивилизованный путь, это парламент решает, это так или иначе договорные процессы национализации выкупают, понимаешь, да? Или облагают очень большим таким налогом. Во Франции, ты знаешь, все миллиардеры, все мультимиллионеры обложены 75-процентным большим налогом, от чего многие богатые люди начали уезжать. Про лейбористов и говорить нечего, мы с тобой уже говорили. До 90%. Да, до 96% доходило, правда, это было полвека назад. Это вот второй путь. Третий путь, вот я очень хотел бы, чтобы активизировался переговорный процесс с теми, кто в журнале Forbes, с членами клана Назарбаевых, с олигархами нашими, да? С теми людьми, которые сейчас начали покидать страну и так далее. Переговорный процесс, это, на мой взгляд, самый эффективный, когда четко должны определить, как и на каких условиях. будет возврат, они там лежат мертвым грузом. Деньги в офшорах, я не знаю, где угодно, которые могли сейчас работать на экономику страны. Да, Казахстан нужно будет только сейчас. Я вообще не понимаю, какой кайф от того, что там миллиарды долларов, яхты, которые сейчас конфисковывают, ты видишь, замораживаются активы, значит, Центрального банка России. Правда, там война, там другой фактор. Но я тебе говорю, если новое правительство, власть, даже сейчас глава государства жестко заявит свою позицию, то с Токаевым никто не захочет ссориться в мире. Абсолютно никто. Понимаешь? Поэтому переговорный процесс, на мой взгляд, это был бы самый эффективный. И я думаю, он так или иначе кулуарно идет. Надо просто определить процент. Параметры, да, как это должно происходить. Вот давай, представим себе, ты олигарх, а я представитель народной власти. Не хочу сейчас никак это представлять. Я говорю, сколько ты хочешь процентов оставить у себя? От вот этого нажитого имущества таким непосильным трудом, вот сколько? То, что касается нашего, подождите, то, что нашего касается, у нас все по-честному. Мы работали, мы ничего не приватизировали, мы не добывали. Тут разные варианты, 50 на 50, вот 70 на 30, которую президент Токаев определил по мажоритарно-профессиональной системе, это тоже начало переговорного процесса. Я думаю, олигархи должны сказать, слушайте, давайте 30 у нас, 70 у народа, у общества. Супер предложение, на мой взгляд. Для многих нормально, мне кажется, для многих будет нормально. Давайте поговорим немного по посланию президента, было очень сильно, я был у вас в студии, вы мне задавали вопросы. Давайте теперь я у вас спрошу, что вы считаете самым ключевым, самым важным выступлением Токаева от 16 марта, по-моему? Смотри, Армаджан, с самого начала президент четко обозначил, что вот это послание, это не одного года, это вот на ближайшие, ну минимум 10 лет, на мой взгляд. То есть, Касану Токаев четко, на мой взгляд, представил план нового государственно-политического устройства Казахстана. Он сказал, да, вот та старая схема, она работала эти 30 лет и работала временами достаточно эффективно. Я не буду сейчас перечислять все позитивы, плюсы, которые так или иначе были. Но он по существу сам, вот имея абсолютную власть, вот если взять Назарбаевскую конституцию 95-го года, там президент, верховный арбитр над тремя ветвями власти, он гигантская власть. Большие полномочия. И сам Токаев отказывается от этой власти. И этим тем самым он усиляет на самом деле, он создает разделенную демократию. Есть такое понятие, разделенная демократией. Вот реально парламент, избранный народом, да? Вот правительство, которое сформировала победившая партия. Вот президент, если премьер-министр и победившая партия формируют правительство, да? То президент же прекрасно понимает, что вот эти все вещи, прописанные в старых, они для него уже не будут работать. И зачем это ему нужно, по большому счету? Он просто, вот гора с плеч у него сваливается. Вы правительство, вы сформировали, отлично. Я готов с вами взаимодействовать, но экономика теперь это ваши проблемы. А я глава государства, я должен заниматься большей внешней политикой, представительством Казахстана во всех международных организациях. Конечно, влиять на внутреннюю политику, но уже не определять, как раньше это было. Это очень важный момент. И поэтому, обрати внимание, ведь если взять три года президентства Тукаева, он что сделал за этим? Он сделал несколько визитов в Российскую Федерацию и в Китайскую Народную Республику. Два наших, ближайших, крупнейших соседей. Он неоднократно уже приезжал в Кыргызстан, Туркмению, Узбекистан и одновременно принимал президентов этих стран. Вот, в окружении геополитическом, Тукаев первостепенное внимание это делает, чтобы вот эти страны были нашими друзьями, надежными, партнерами. Это очень важный момент. И я тебе скажу, вот визиты с гигантским успехом прошли и в России, и в Китайской Народной Республике. Там авторитет Тукаева безупречный. В то же время он понимает, что Соединенные Штаты Америки и Западная Европа, весь Западный мир, он по-прежнему остается партнером. И обратите внимание, как Британия и США отреагировали на политику Тукаева. Они сказали, что санкции не касаются Казахстана. Это же заявило и Америка, и Британия. Как они могут нас касаться? Потому что мы находимся в ОДКБ, в Евразийском Союзе, в Таможенном Союзе с Российской Федерацией. Они косвенно нас могут касаться, но напрямую никто не может объявлять. Мы никак не участвуем. Ты знаешь, сейчас обозначился некий перелом надежды в Стамбуле на переговорах. Если переговорный процесс заработает на полную катушку, хорошо. А если она будет масштабно развиваться дальше, не дай бог, это война. Тогда санкции открыто будут касаться всех союзников в России. Я уверен в этом. Понимаешь, в чем дело? Ну вот как раз мы переходим к вопросам, связанным с Украиной. Конечно же, мы все понимаем, и вы как политик видите, насколько серьезно конфликт, который происходит на сегодняшний день на территории нашей братской республики украинской, влияет и на экономику, и на политику, и на душевное состояние даже граждан нашей страны. Я вот прежде чем перейти к этой беседе, хотел бы восстановить ту часть, чтобы и зрители посмотрели, еще раз вспомнили, и вам напомнить ту беседу, которую мы ввели ровно месяц назад по поводу событий на Украине. А да, мне интересно, что я там наговорил. Нет, все нормально. Если Путин и Россия в течение месяца, скажем, даже до середины марта, времени мало, не смогут одержать такую ощутимую победу военную, то тогда мой прогноз, я могу сейчас сказать, в 2022 году сменятся политические режимы в России, в Белоруссии и в Казахстане, как ни странно. Это все взаимосвязано, все сцеплено очень сильно, и с этой точки зрения надо ожидать самого негативного сценария. Если Россия увязнет там и не сможет быстро решить свои задачи по полному обезвреживанию военной и военно-технической инфраструктуры Украины. Уже сейчас видно, что все идет не по плану Кремля. И, как вы правильно говорили, Россия завязла, а теперь ваш вывод о том, что это серьезно скажется в течение года, может поменяться режим и в России, и в Белоруссии. Я вот так скажу, я, честно говоря, забыл про этот прогноз, но вот теперь я вижу, что в целом прогноз был правильный, как ни странно. Я думаю, в 2022 году неизбежны большие перемены будут в России и Белоруссии. Почему? Потому что Белоруссии все время рассматривает Запад как тесного союзника. И с этой точки зрения, на мой взгляд, одной из главных причин того, что произошло, является монополия. Помнишь, мы говорили, монополия ведет к загниванию, монополия развалила Советский Союз. Помнишь, монополия одна партия КПСС, одна идеология марксистско-ленинская, одна форма собственности государственная, она развалила Советский Союз в конечном итоге. И вот эта монополия в политике, в государстве, монополия одной семьи, монополия одной партии Нуратана, она в конечном итоге одна из причин того, что у нас в январе произошло. И с этой точки зрения, вот я глубоко убежден, что я, во-первых, не отказывался от своего прогноза, перемены в 2022 году неизбежно произойдут. Любая война, любая война в истории России всегда приводила к каким-то переменам, в том числе и наверху, понимаешь? Что касается Казахстана, я могу сказать так, вот последний замер, закрытый, показал очень большой уровень поддержки президента Тукаева, особенно после послания там свыше. 75% поддержки, да? И потом, после январских событий, все, что делал президент, это не просто слова были. Мы построим новый Казахстан. Вот он показывает, каким должен быть новый Казахстан. То есть у нас перемены уже произошли? Да, у нас перемены уже большие происходят. И, во-первых, позиция Тукаева, я думаю, она была самая рентабельная и единственная правильная. Когда он, он же неоднократно и с Зеленским переговоры проводил, и с президентом Путиным. И позиция Республики Казахстан только переговорный процесс. И сейчас его, вот на самом деле, да? Можно сейчас подписать мирные соглашения и просто прекратить все это вооруженные столкновения, и тысячи и тысячи убитых будут. Можно. Почему? Потому что Украина, самое главное, она заявила четко, что никакого вступления в НАТО не будет, никаких военных и иностранных баз на территории Украины не будет. Почему? Потому что Россия давно это требовала. И Путин, на самом деле, вот на мой взгляд, рассматривает Украину не то чтобы как инструмент или площадку, да? Идет же, на самом деле, глобальное столкновение Путина с Западом, которое после развала Союза свыше 30 лет прошло, ведь тогда все войска мы вывели из Восточной Европы, да? Бесплатно причем. И тогда, значит, Варшавский договор был распущен, наступила новая эпоха, были большие надежды. Но когда Путин в 2007 году выступил в Мюнхене, да, своей речью о геополитической катастрофе, развала Советского Союза, о расширении НАТО, вот для меня как политолога было абсолютно понятно, что столкновение рано или поздно произойдет. Оно началось в Украине. Почему? Потому что, ну ты посмотри, там сотни военных баз было уничтожено, невероятное количество складов вооружения, вот, которые реально... Да, это нормально, любое государство, хочешь мир и готовься к войне, если честно говоря, я и для Казахстана, и я вам, кстати, рекомендую обратить внимание на вооруженные силы нашего Казахстана, когда вы будете работать в парламенте, это очень важно. То есть ты хочешь такого же... Нет, я хочу, чтобы наша армия была сильная и готовая, всегда была. Арман, мы сейчас резко уходим в сторону. Резко уходим, но лучше быть готовым. Значит, я еще раз повторю, вот, если мы возьмем сопоставительный анализ, да, и ты увидишь, что в Венгрии 37 тысяч армия, а в Польше, значит, если брать контрактников 40 тысяч армия, ну, вместе с призывниками, она может до 200 тысяч доходить. Все равно меньше, чем в Украине, да, ну и так далее. Я просто посмотрел армии в Восточной Европе, не говоря о Прибалтике, там батальоны НАТО находятся и так далее. То есть Россия имела полное право с точки зрения национальной безопасности своей страны поставить вопрос. И они ставили вопрос. Никакой милитаризации, никакого вступления НАТО. Я 7 лет был на дипломатической работе, из них 5 лет в Грузии. Я им говорил, послушайте, ну, грузинами когда разговаривал, вы же прекрасно понимаете, Россия никогда не даст Грузии вступить в НАТО. Потому что рядом находится Армения, где в Гюмри большая военная база российских войск находится, которая не дает возможности уничтожить Армению. Она находится в таком окружении, понимаешь, да? Кто реально прекратил войну в Карабахе? Российские миротворческие силы, Путин туда их вел. Надо называть вещи своими именами. И начиная вот в течение 30 лет шло вот такое нагнетание. Когда я говорю о вине Запада, вот я все время, вырывают из контекста мои фразы. Тесбаев сказал, что только Запад виноват, значит, в войне в Украине. Я называю три стороны Запад, Россия, Украина. И степень вины Запада очень большая, которые дали надежду Украине, что они обязательно вступят в НАТО. Более того, они инициировали в значительной стиле, чтобы в 2019 году в Конституции Украины записали наша цель вступления в НАТО и так далее. В Конституции такого нет, Ирмухаммед. В Конституции. В Украине? Да. Хорошо, перепроверь. Перепроверь, пожалуйста. Я перепроверь. Перепроверь. Слушайте, вот когда я слышу от Буржана Иргалеева, которая меня агентом ФСБ назвала, от Борейка, что я возглавил пропутинскую партию, да, или от Сергея Дуванова, который цитирует меня, что Иртезбаев, значит, полностью там пророссийский, он, ну, я на абсурд отвечаю абсурдом. Если я агент ФСБ, Буржана Иргалеева, агент ЦРУ, если я пропутинский, то Борейка, прозеленсковский и так далее, ну, это абсурд будет абсолютно, да. Я как историк призываю всех посмотреть весь комплекс сложившихся вот этих проблем, которые нарастали как снежный ком. Понимаешь? Вот для меня абсолютно было очевидным, когда многотысячные стадионы там скандировали, Путин, не буду называть это, да, это все инициировала власть. Мало того, даже на парадах военных власть специально инициировала, и никто столько оскорблений, нападок не получил, ну, я имею в виду, из глав государств, сколько глава, значит, России, да, со стороны Украины. Здесь есть, на мой взгляд, еще субъективный фактор, вот отношение до самого Путина. Тем не менее, вот я, например, считаю, что военное вторжение, это была ошибка. Знаешь почему? Потому что еще, потому что Лао Цзи, этот китайский историк, который войной занимался, он говорил, надо выиграть войну без единого сражения. И к 23 февраля Путин уже выиграл войну. Уже 15 или 20 миллиардов долларов ушло из Украины, это был такой, знаешь, вот перманентный процесс, его невозможно было, все посольства уехали, уже сотни тысяч начали уезжать. То есть он уже выиграл войну. А вот это вот военное вторжение, оно резко изменило всю ситуацию, вот на мой взгляд. Это, на мой взгляд, была ошибка. Но сейчас хотелось бы, чтобы в Стамбуле или на следующих переговорах точку уже поставили. Если Украина уже сама говорит о том, что мы не будем вступать в НАТО, никаких иностранных баз не будет, гарантами выступят какие-то там страны, слушайте, ну Россия, тоже откажитесь от этого, от этой деноцификации. Это вообще, что за лозунг деноцификации? Ну да, надо отказаться от этого, это же очевидно, абсолютно, понимаешь, в чем дело? Вот, поэтому с этой точки зрения, вот Народная партия Казахстана, я возвращаюсь, да? Мы учтем весь, все, что там произошло, у нас будет четкая своя позиция, и мы не дадим ястребам в России выступить с подобными лозунгами по отношению к Казахстану. А там же есть уже призывы. Есть, я как раз вот хотел сказать, что Народная партия Казахстана, это преемник Компартии, насколько мы понимаем, да, Коммунистичной Народной партии. Есть ли связи у вас с КПРФ, Коммунистической партией России? Будут ли у вас, и бывают же там братские отношения, раньше был интернационал какой-то был. Слушай, ну, на самом деле, я тебе сразу честно скажу, я не знаю, но я бы очень хотел, допустим, с Геннадием Андреевичем Зюгановым, да, провести дебаты, вот, открытые. Вот, ты помнишь, я говорю, я готов организовать, да, потому что, давайте. Да, организую, спокойно, рассудительно поговорить. Помнишь его, 18 января его выступление, оно такое шумно делало, неприятно это было, да? Очень неприятно было. Когда он говорит, там, мы вот Байконур, слушайте, по Байконуру же соглашение есть. Мы же давно, уже 25 лет работает соглашение, 118 миллионов долларов Россия платит, это для нее копейки за аренду Байконура, да? Но зато весь космодром фактически в распоряжении Российской Федерации, это же, это же пример сотрудничества такого нормального. Хорошего сотрудничества? Очень хорошего, а Каспийский трубоводный консорциум, он весь, который не работает сейчас для нас. Нет, он проходит по территории России, да, и наибольшую выгоду Россия получала от этого, она наибольшую часть прибыли, потому что это ее территория, ее трубы и так далее, понимаешь, да? И мы много таких примеров можем привести. Я не ожидал от ветерана российской политической арены таких совершенно легковесных рассуждений, которые ссорят народы, понимаешь? Поэтому связи я не знаю, надо узнать международный опыт, какие связи, но сейчас надо полностью сосредоточиться на Казахстане внутри и готовиться к неочередным парламентским выборам. Вот как раз в заключении хотел спросить у вас и как политолога, и как политика уже, ваш прогноз, когда, уже все думают, что будут выборы, а когда вы думаете, возможно, выборы парламентские у нас в стране, в Казахстане? Значит, парламентские выборы, мне кажется, вот в этом году они не состоятся. В связи с сложнейшей международной ситуацией мы уже об этом говорили. Ну, хотя все ожидают, что именно в этом году все ожидают. Ты заметил, что в Нагорном Карабахе начало происходить? Да, заметил, конечно. И выступление Ромариево смотрел на этой неделе тоже. Многие эксперты говорят о том, что это вот второй фронт открывается против России. Может и третий фронт возникнуть. Почему? Потому что вот тот Запад, за который так топят сейчас Ергалиево, Дуванов, тот же Барейко, они оставили почти на триллион долларов оружия в Афганистане. Я считаю, намеренно оставили. Они могли вывести, на 3-4 месяца отложить свой выход перед Новым годом. Оружие навалом. Вы имеете в виду, что у талибов осталось? У талибов она осталась под контролем. А представьте себе, если талибы вторгнутся в Центральную Азию, здесь сотни тысяч найдутся. Да не собираются они вторгаться, они же заявление делали. Слушай, Россия, вспомни, 23 февраля, сколько было заявлений, что они не собираются вторгаться в Украину? До 23-го было много. Заявлений очень много. Поэтому ты, Армажан, зря так улыбаешься и говоришь, да не собираются они вторгаться. Спрогнозировать, что будет через месяц ни ты, ни я не можем абсолютно. В моем представлении, я глубоко убежден, идет Третья мировая война. Уже сейчас? Она идет реально. И в отличие от первых двух мировых войн, на первом месте психологическая война, которая разрушает миллионы людей, их, так сказать, душевную гармонию. Сейчас весь мир, сотни миллионов, миллиарды включены в политику, не только по Украине. Понимаешь? Ты обрати внимание, что началось в Европе. Россия добилась свыше 4 миллионов беженцев, которые напрягают весь европейский бюджет. Энергетическая проблема резко возникла. Цены на продовольствие растут. Если посевная в Украине не проведется, это 400 миллионов. Северная Африка, Передний и Средний Восток окажутся без хлеба. Это десятки миллионов беженцев в Европу. Это гибридная война психологическая, информационная. Она идет уже. Поэтому ты не улыбайся, Армажан, не говори за талибов, что мы не будем вторгаться. Она будет разрастаться. И сейчас, чтобы она не разрасталась, самая главная задача, во что бы то ни стало, заключить мир прежде всего в Украине. Перестать дальше отказаться от санкций. Потому что если взять весь комплекс санкций, это ядерная экономическая бомба на Россию, а следовательно и на все постсоветское пространство. Поэтому Третья мировая война, она отличается от двух мировых войн тем, что она будет, она гораздо более эффективна в экономической сфере. Про психологическую и другую я уже обозначил. Очень много было проблем. И в связи с этим я в заключении вот что хочу сказать. У тебя были в студии люди, не буду называть их по фамилиям, которые открыто призывают. Казахстан должен выйти из ОДКБ, из Евразийского Союза. Значит, дорогие друзья, значит, смотрите, политические режимы могут меняться. В России, в Казахстане, в Беларуси, где угодно. Это неизбежно. Власти вечной нет. А вот географию ты не изменишь никогда. 8 тысяч километров границы с Россией никогда не изменишь. И мы как были партнерами, друзьями, добрососедские отношения с Россией, так и оставим. И с Китайской народной республики, и с киргизами, туркменами, и с узбеками. Это позиция президента Токаева. Это вовсе не означает, что мы должны там военные вторжения поддерживать. И еще говорят, ОДКБ там будет участвовать. Да никогда она не будет участвовать. Но выход, которому призывают, это будет геополитическое предательство по отношению к союзнику. Предатели вообще во всем мире не любят, на самом деле. И на них смотрят уже брезгливо. То есть это государство ненадежное. Оно вышло из тех или иных соглашений. Плюс у нас, ты возьми цифры. 17 миллиардов долларов Россия вложила в прошлом году в экономику Казахстана. А мы где-то около 4,6. Это очень тоже много. Таможенный союз так или иначе работает. Можно его критиковать и по-всякому относиться, но это гигантский рынок. Да если придут еще более крайние силы, радикальные к власти в России, да они нам перекроют кислород везде абсолютно. Не только по Каспийскому трубопроводному консорциуму. Нам что, нужна такая ситуация, которая сложилась в Украине, ведь вина украинской государственной политической элиты тоже очень большая. А что, нельзя было сразу, с самого начала сказать, никакого НАТО мы не будем идти. В Финляндии, Австрии, 70 лет, 80 лет они уже занимают статус нейтрального государства. Неужели это не было понятно изначально? Так и только так надо было строить отношения. Договаривать с соседями, имеется в виду. Да, и все вот эти антироссийские на скопе со стороны Украины. И науськивание Запада, оно реально, это можно отдельную передачу сделать. Я просто с документами просто покажу, как шло. То есть Россия была отброшена в 1991 году границам эпохи Ивана Грозного, по большому счету. И началось активное проникновение Запада. И столкновение было неизбежно. Это же абсолютно, это от нас независящие абсолютно факторы. Поэтому, Армажан, я хотел бы на этой ноте закончить. Если тебя интересует и вас, дорогие телезрители, какая позиция Народной партии Казахстана по внешней политике, то я ее обозначил. Это теснейший по-прежнему союз с Российской Федерацией, с Китайской Народной Республикой, Шанхайская Организация Сотрудничества. Многие говорят, и оттуда надо выйти. Да ну что за тупость вообще, дебилизм какой-то и так далее. Вот если эти люди придут к власти в Казахстане, вот мгновенно Казахстан развалится. Западный Казахстан, там есть сепаратистские скрытые движения. Север действительно потянется, лучше в состав Российской Федерации войти. На юге будет бардак такой же, как в январе. Сюда террористы всех мастерей ринутся и конец нашему государству. Мы должны, раз Россия и Китай так относятся к нашей стране, и очень успешные визиты были президента Токаева и в Пекин, и в Москву. Там его заверили, что теснейшая всегда будет поддержка Республики Казахстан. С соседями на юге у нас братские, отличные отношения. Надо крепить это и ни в коем случае не поддаваться провокационным призывам, всяких недоумков, которые не разбираются абсолютно в политике, начинают ради красного словца выступать с такими призывами. Игорь Михайлович, очень интересный выпуск. Спасибо вам за откровенные ответы. Желаю успехов в работе. Посмотрим, как вы будете дальше работать, посмотрим на ваши результаты. И если будут вопросы к вам, мы, наверное, будем еще раз вас приглашать в эфир. Спасибо, всего хорошего, дорогие друзья. Мне остается только попрощаться. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok